Второй традиционный субботник в этом году собрал жителей и сотрудников администрации Куйбышевского района в знаковом месте. Активисты приводили в порядок Ерик-парк. Его первую очередь благоустроили два года назад, и сейчас пространство – одно из излюбленных мест отдыха. Минувшие выходные внимание уделили уборке газонов, тротуаров, пешеходных дорожек и новых разных архитектурных элементов, которые появились в парке после обновления на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Следующую субботу мы работаем на другом нашем общественном пространстве, на Сухой, в сквере Речников, куда, кстати говоря, пользуясь случаем, всех приглашаю. А через субботу мы снова вернемся здесь, в Ерик-парк. Надеемся, что будет уже посуше, и у нас появится возможность больше заняться именно склонами к воде и самой гладью водной. То есть мы уже с лодками сюда придем и будем, соответственно, весь мусор, который у нас на воде после зимы скопилось, убирать. Администрация Куйбышевского района помогла организовать для жителей инвентарь, все расходники, мусорные мешки и перчатки, и сами сотрудники вышли убираться. Поддержали активных горожан и местные волонтеры. Всего на территории Куйбышевского района на субботник пришли около тысячи человек. Все хотят принять участие и в субботниках, и во всяких уборках, и в Ерик-парке на территории Куйбышевского района, убрать остатки зимы, листву и благоустроить наши любимые места нашего любимого района. Первую очередь Ерик-парка благоустроили в 2021 году после победы пространства в рейтинговом голосовании. Его проводили в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В планах развивать парк и дальше. Вторая его часть в 2022-м во время голосования заняла третье место, набрав почти 23 тысячи голосов. Поэтому к осени жители увидят обновленным и продолжение парка, которое тянется от улицы Казачьей до 57-й школы. А уже с 15 апреля на федеральной платформе стартует голосование за благоустройство третьей очереди парка. Именно самарцы выбирают, какие объекты преобразятся в следующем году. Михаил Ермоленко, Григорий Бляшаков. События.